Собирают отходы каждый месяц. Акции по сбору сортированного мусора для переработки проводит группа активистов. Вот и сегодня волонтеры приглашали горожан принять участие в акции «Будущее земли зависит от тебя». «Будущее земли зависит от тебя» – это единственная в городе инициатива, которая развивает направление раздельного сбора мусора, направление экологического образования, выработки экологических привычек, правильного поведения у населения города Улан-Удэй. «Я стала с каждым разом все больше участвовать людей. И приятно, что даже и благодарят, что мы такую акцию проводим. И сейчас больше все откликается людей, кто помогает». Сознание людей меняется, и это заметно. Мы опросили несколько человек. Треть из них хотя бы пробовали сортировать мусор. «Сортирую всегда свой мусор и понимаю, куда и что нужно всегда положить, особенно касаемо батарей». «Дома-то я пробовала. Стекло отдельно, естественно, выносится. Остальное мусор отдельно». «То вы теперь можете приходить до нашего акцию». «Я вас хотел бы пригласить прогуляться, чтобы посмотреть, где какой мусор. И вы мне по ходу дела бы могли рассказать, какой мусор, как утилизировать, как собирать и так далее». «Хорошо, давайте». За время нашей прогулки Татьяна рассказала, что в городе приемом вторсырья занимается только компания «Чистый город». Однако есть одно «но». Они могут принять не всю вторичку. Вот пластиковый стакан. Его можно вообще сдать на переработку? «У нас в городе, вот здесь, смотрите, видите, ПП, это полипропилен, не принимаются такие. Также полистирол не принимается, ПС, маркировочка. В общем, только пластиковые бутылки ПЭТ-1». Также на переработку берут не все пакеты. В дело идут лишь привычные маечки. Отвозить их, а также другие отходы в пункты приема готовы «Экотакси». Такой бизнес уже появился в Улан-Удэ. «Тебе даже не надо будет ехать с этим вторсырьемом, ты просто отдаешь, ну, оплачиваешь там небольшую сумму, 50 рублей, однако, они сделали, и уже тебя забирают. И ты уже уверен, что это попадет не опять-таки в мусорку общую, а именно в пункт приема вторсырья». Со вторсырьем вроде все понятно. Вывезли, сдали. Но куда девать элементы питания, или, проще говоря, батарейки, и лампы, о которых так часто говорят? Пункт приема такого сырья организовали на Ключевской 70А. Еще специальные приемники есть возле комбината по благоустройству. Здесь можно оставить и лампы, как люминесцентные, так и ртутные. Завтра же в день города экоактивисты будут работать и принимать мусор у горожан по указанным на экране адресам. Алексей Петров, Анатолий Пляскин, телекомпания АТВ.